Нет, подождите, минуточку, так. Дмитрий Анатольевич очень правильно сказал, артикризисный план сработал. Зарплату в Государственной Думе они повысили? Повысили. По-моему, там должно, там сейчас у них оклад, насколько я знаю, 300 тысяч, будет, по-моему, только оклад, по-моему, 450. А со всеми доплатами, я думаю, что 1600 они будут получать, а может и 800. Ну, плюс Ауди А8 под попой, красивая девочка там, секретарша, офис в центре Москвы, в районе Охотного Ряда. Пойдите плохо. Поэтому я считаю, что Дмитрий Анатольевич абсолютно прав. Только вопрос для кого? А про всех остальных мы говорили в вопросе чуть выше. Собственно говоря, надо понимать, что для наших правителей просто большое количество народонаселения, на которых, к сожалению, на этих смердов приходится делить нефтяные богатства, которые они добывают. Потому что они искренне считают, что это их богатство, а мы для них всего лишь издержка. Поэтому Дмитрий Анатольевич абсолютно прав. А почему вы не чувствуете? Потому что вас слишком много и ту же самую лохань, на которую на вас рассчитывают. Во-первых, лоханька сжимается в целом в бюджете. Она у них сжимается, но они свою лоханьку не будут так сжимать, так же, как вашу. Поэтому свои лохань они тоже подсожмут чуть-чуть, а ваши подсожмут, то есть наши с вами подсожмут чуть побольше. Поэтому в целом кризис, антикризисная программа, в общем, сработала. Какая, правда, никто не знает. Потому что антикризисная программа, я всегда говорил, я хочу посмотреть на того человека, которому нужна антикризисная программа. Вся антикризисная программа заключается только в одной фразе. Мы ждем, когда отскочит нефть. Как в песне Слепакова. Но, к сожалению, она не отскочила, а отскочила в другую сторону. Поэтому Слепакову надо Семену писать другую песню по уже результатам того, что оно, а оно действительно нет.